всем здрасте очередная структура у нас сегодня это суффиксное дерево вместе с суффиксным массивом который был в прошлый раз и суффиксным автоматом который мы рассмотрим в следующий раз это самые мощные структуры которые позволяют на строках решать кучу 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 всяких задач вот сегодня мы посмотрим на дерево суффиксное и так вообще нам нужно сделать следующее пусть с это какая-то строка давайте сразу будем считать что она заканчивается некоторым таким особенным выделенным символом который мы будем изучать доллар заканчивается долларом то есть у вас там к ну какие-то буковки abcd и потом в конце стоит доллар нам это будет удобно потом в какой-то момент мы еще поймем почему пусть как обычно с с верхним индексом 0 с верхним индексом 1 и так далее это все ее суффиксы мы хотим сделать следующее мы хотим вот эти вот все строки засунуть в бор и как-нибудь его хранить используя как можно меньше памяти хотим бор на этих строчках ну и так чтобы он занимал не очень много памяти его можно было как-то быстро построить давайте сразу скажем что это будет сжатый бор сжатый как минимум в том смысле что он занимает мало памяти ну потому что если мы ничего сжимать не будем мы просто построим запустим наш алгоритмом обычный алгоритм построения бор на это множество слов то у меня будет квадратичная память примерно потому что здесь суммарная длина всех всех строк это один плюс два плюс три плюс так далее плюс n то есть квадратично по n ну и может быть такое что там в боре тета в квадрате вершин это многовато мы хотим там какую-то линию или н лог н что-нибудь такое так вот что же такое сжатый бор сжатый бор это когда мы удаляем и стягиваем проходные вершины значит давайте я нарисую картинку вот такая вершина в которую входит одно ребро и из которой выходит оно ребро такие гараж нам могли называть проходными проходная вершина и такие проходные вершины можно совершенно спокойно стягивать если тут написано какая-то буква тут написано какая-то буква то можно ту aligned как бы удалить она ремоче написать конкатенацию тех строк которые написаны этих двух ребрах например что было написано c было написано d мы можем эту проходную вершинку стянуть и просто написать одно длинное ребро на котором написано строчка cd точно так же если был какой-нибудь длинный путь там из не из нескольких букв я мог бы стянуть все проходные вершинки здесь была бы еще какая-то более длинная строка вот это собственно главная оптимизация которая у нас будет сжатом более мы будем удалять проходные вершины потому что что в худшем случае если там начальные буквы всех вот этих вот строк различные побор мог бы выглядеть как то вот так есть общий корень а дальше каждая строка это вот такой длинный длинный путь вниз каждая буква это отдельное ребро вот ну и так далее и в нашем случае когда мы будем удалить проходные вершинки мы на самом деле весь его длинный путь будем хранить не кучей вершинок и куча ребер а просто одной вершины 1 одним ребром просто на ребре будет написано длинная длинная строка на не по букве на каждом ребре а какая-то просто строчка возможно более длинная чем 12 или там сколько года много символов у нас нет теперь ограничений на длину но по-прежнему сохраняется условие бора то что из каждой вершины какой нас раньше было условие что если есть вершинка из нее не может исходить ребер на которых написано одна и та же буква то есть вот такого у нас никогда не было такого у нас нет в случае когда появляются стяк стянутые вершинки когда мы склеиваем какие-то буквы превращаем их в длинные строчки у нас это условие чуть меняется а именно она меняется так что из вершины не может идти ребер с различными извините с одинаковыми первыми буквами то есть теперь у нас поскольку на ребрах могут быть написаны строки произвольные мы теперь это условие меняем на условие что первые буквы различны то есть мы понимаем что здесь может быть любая строка здесь может быть любая строка и мы смотрим только на первые буквы тогда наши новые условия из каждой вершины не может входить двух ребер которые начинаются на одну и ту же букву не может выходить двух ребер так как-то как-то написать на которых написаны строки начинающие на одну букву вот такое у нас ограничение и соответственно это нам подсказывает как хранить теперь вот эти вот исходящие ребра можно для каждой из там 26 букв но теперь уже 27 да у меня алфавит из 27 букв возможно больше для каждой из возможных букв мы храним либо ребро которое начинается на эту букву мы знаем что не больше чем одно либо там храним какой-нибудь минус однишку как знак того что нет ребра который начинается на такую букву например если у меня есть там ребро который начинается на букву а и потом еще куча букв то я значит для этой вершинки буквы а храню что у меня есть ребро на нем написан вот такой текст а и она ведет вам в какую-то еще очередную вершину так это сказали последнее что надо сказать это что мы будем хранить строки на самом деле не просто как набор букв а как значит два индекса просто или элиэр но понятно что если мы живем в одной большой строки с и сложили в борт все и суффиксы то по сути все что может быть написано на ребрах это обязательно только какие-то подстроки с потому что когда я вот это вот все складываю в бор ну вот я их так сложил потом там что-то что-то тут склеил если были одинаковые буквы удалил какие-то проходные вершины все равно понятно что на любом ребре будет написано какая-то под строка исходной строки потому что что мне может быть написано ребре но это какой-то просто путь сверху вниз то есть это какой-то кусок какого-то суффикса ну кусок суффикса это под строка обязательно поэтому на любом ребре у меня взять написано под строка с на любом ребре написано под строка с которую можно хранить не целиком значит набором символов то есть какие именно буквы написаны а просто двумя указателями в с где начинается где я заканчиваю это под строка на просто просто левую левый индекс и правый индекс и тогда все что написано ребре это все что находится между левым правым индексом такие строки можно хранить как или запятая р давайте какой-нибудь пример я небольшой нарисую пусть с у меня это что-нибудь типа а б а доллар мне нужно сложить все возможные суффики этой строки то есть а б а доллар б а доллар а доллар и доллар вот это все мне нужно сложить сбор сжать проходные вершинки и на каждом ребре написать какому под отрезку исходной строки это все соответствует ну здесь что будет здесь будет отдельно ребро по букве а которая так которым можно прочитать долларом начали вот этот суффикс будет а доллар либо же можно прочитать а и потом сразу б а доллар вот но еще отдельно у меня будут два ребра из корня б а доллар и просто доллар вот такой суфф дерево да здесь здесь сжаты все проходные вершинки то есть если вы ничего не сжимал то у меня вот здесь было бы еще две промежуточные вершины соответственно было бы левро б а и доллар и здесь точно также было бы б а и доллар но теперь у меня все сжато и поэтому я могу я понимаю что это всегда под строка с и могу вместо этого хранить два индекса я могу сказать что на этом ребре написано не вот эта строка а просто под строка с 1 по 3 символ в моей исходной строке что то же самое с 1 по 3 здесь с 3 по 3 тут например с 0 по 0 но это неважно то есть либо с 0 по 0 либо с 2 по 2 а здесь с 3 по 3 вот такое суффиксное дерево для строки а бы а доллар так хорошо 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 давайте тогда поймем вот во всех этих предположениях в при условии что мы сжимаем стягиваем проходные вершинки давайте поймем какой будет размер у такого нашего дерева значит первое утверждение что в таком дерево в суффиксном дереве для строки длины n от н вершин и от н ребер суффиксном дереве строки длины n всего от н вершин и от н ребер так ну чтобы доказать давайте построим какой-нибудь простейший алгоритм для построения суффиксного дерева какой-нибудь там за квадрат и поймем как он работает поймем что он действительно добавляет максимум столько вершины столько рыбок доказательства это просто алгоритм построение суффиксного дерева за n в квадрате алгоритм такой вот давайте выпишем все наши суффиксы и будем добавлять их по одному сбор сначала добавим первую строчку ну скажем вся строка тогда бор будет выглядеть просто вот так есть корень есть длинные длинные ребра на котором написано вся строка то есть суффикс начиная с нулевого символа это все наше дерево потом приходит следующая строка суффикс начинающая с первого символа как тогда будет выглядеть суффиксное дерево после добавления новой строки ну либо сразу появляется новое ребро до куда-то вниз исходящие из корня либо она немножко задевать сколько-то символов отсюда потом здесь ответвляется и здесь оставшийся конец строки собственно других вариантов нет но давайте нарисуем случай что когда у них какая-то часть есть общая у наших двух суффиксов истек вся часть тогда мне нужно в частности вот это ребро раздробить вставить куда-то сюда посерединке вершинку промежуточную и от него ответвиться здесь будет окончание вот этого нашего первого суффикса с 1 затем приходит второй суффикс с 2 опять как он может вклиниться в это наше дерево ну нужно опять прочитать максимально как вообще строим борда как мы добавляем строчку сбор мы идем от корня читаем максимально возможно символы которые у меня есть в новой строке и потом значит как только у меня встречается позиция откуда нельзя прочитать нужную букву я отсюда ответвляюсь иду то есть строю целиком путь вниз до до листика дописывая все нужные буквы здесь будет все точно так же значит я иду вниз читая каждую очередную букву моего следующего суффикса пока могу и как только я не могу это сделать то есть скажем вот здесь нужно мне прочитать там очередную букву а а нужно написать букву b тогда это ребро расщепляю и здесь дописываю до конца то что мне нужно чтобы получить второй суффикс вот ну и так далее просто каждый новый суффикс он сначала какое-то время идет по этим ребрам и читает нужные буквы потом ему ему нужна новая буква он тогда расщепляет текущее ребро и дописывает до конца вот это вот новую новый новый суффикс там с это получается что на каждом шаге после добавления очередного суффикса хуже что может произойти это создастся одна вершинка путем расщепления ребра создастся одно ребро для завершения текущей строки и создаться еще одна последняя вершинка для того чтобы у меня была как бы была вершина соответствующий концу текущего суффикса вот поэтому значит на каждой итерации у меня появляется максимум там две вершины два ребра вот собственно отсюда исследует наше наше утверждение про линейность количестве шинка листер так давать немножко напишем значит мы добавляем суффиксы с 0 с 1 и так далее с минус 1 сжатый бор сжатый бор на каждой итерации что может происходить на каждой итерации расщепление ребра и вставка вершины посередине куда-то расщепление ребра в скобочках плюс вершина посередине плюс вершина ну а также вот это вот создание нового ребра который ведет в отдельную выделенную вершину который соответствует концу текущего суффикса а также начну создание еще одному ребра и вершина вот но значит на каждом из и шагов я создаю максимум два ребра максимум две вершины поэтому суммарно после н шагов не будет там максимум 2 н вершин 2 н ребер победа согласны вот ну такой квадратичный алгоритм частности нам доказывает линейность линейность размера нашего дерева ну и смотрите раз мы доказали ли не есть количество вершины количество ребер то есть суммарно памяти на все это хранение нам тоже достаточно будет линейного количества а потому что у меня от н вершин от н ребер и каждое ребро у меня хранится двумя числами левый и правый указатель в моей строке если каждый ребро это еще то есть я не храню целиком строчку который тут написано а храню только два индекса и лир храню два индекса и лир и тогда каждый ребро тоже мне добавляет от единицы памяти поэтому суммарно будет уже линейная память на все про все вот ну а раз есть раз мы поняли что это можно сделать завод н памяти то есть надежда это построить за от н времени вот мы это и сделаем так но сначала нам нужно будет что сделать давайте сначала определим давай сначала скажем какие у меня могут в принципе быть позиции какие бывают позиции в дереве ну самые хорошие позиции это вершины это значит что я встал в корень как-то там читал несколько ребер ну давайте сюда вернемся еще вот я встал в корень прочитал а целиком это ребро почта прочитал целиком это ребро бы а доллар и закончил в какой-нибудь вершинки то есть я иду целиком читаю какие-то ребра какие хочу и заканчиваясь вершине это хорошая позиция менее хорошая позиция это когда я заканчиваюсь где-то посреди ребра например вот здесь если я прочитал а а потом был то я нахожусь как бы где-то вот здесь на я нахожусь не здесь не здесь а где-то посреди этого ребра то есть по сути я нахожусь в одной из тех сжатых вершинок которая была раньше проходной вот раньше тут была вершинка после буквы b но я жал поэтому я по сути где-то на ребре стою это вот такие плохие позиции позиции внутри ребра внутри ребра давайте поймем как они задаются картинку нарисуем вот есть родительская вершина есть дочерняя вершинка и я нахожусь где-то здесь посерединке ребра чтобы задать целиком эту позицию достаточно задать следующие следующие параметры во первых нужна родительская вершина то есть вот начало этого ребра п затем нужна первая буква ребра первая буква ребра потому что мы понимаем что вот это вот родительской вершины в принципе может быть много ребер но каждое ребро однозначно определяется своей первой буквой а потому что из вершинки не может быть разных ребер на которых написано одинаково первая буква значит как только задам первую букву вот на этом ребре я сразу понимаю что речь идет именно вот про это ребро ну и третье что мне нужно это позиция непосредственно этом ребре то есть сколько символов от начала вот этой строки я прочитал число прочитанных символов если скажем я понимаю что на на этом ребре написан какой-то отрезок или то есть под строка с эльтого по рта символ в исходной строке и я понимаю что число прочитанных символов это какой-нибудь к то тогда это означает что я сначала там что-то прочитал пришел в п и затем еще 1 к символов вот этой вот под строке я прочитал то есть эльты и плюс 1 так далее вплоть до их пуска минус 1 у меня прочитаны п kung l2 x k минус первый символ и у меня на этот пример прочитанные дальше соответственно должно найти l плюс к этой вот но я его еще мне пришел вот соответственно он будет ниже у меня на этом пути вот так можно целиком задать позицию ребра позицию ну точнее произвольную позицию в дереве то есть любой строке соответственно какой-то путь от корня либо до вершинки либо до какой-то позиции в ребра и мы теперь можем однозначно понимать как такую любую позицию задавать в этом случае вот три такие параметры надо хранить в этом случае если у меня вершина то ну понятно надо просто ее хранить как там номер вершина тут ничего сложного так это мы сказали и последнее техническое что я хочу это суффиксная ссылка суффиксная ссылка здесь определение суффиксной ссылки благо совпадает с тем что у нас было в обычном более в алгоритмах карасяк это когда мы стоим где-то в баре то есть ну там взяли какую-то вершинку например и нас интересует самый самый длинный собственный суффикс текущей строки которые есть в баре есть какая-то вершинка вы скажем она соответствует какой-то строке которые получаются конкатенации вот этих вот всех строк на на ребрах это какая-то строка и меня интересует самый длинный собственный суффикс который точно также можно прочитать из корня то есть это как всегда самый длинный собственный суффикс который есть в баре ну есть в баре значит его можно прочитать начиная с корня и теперь у меня вопрос к слушателям а вот если вы это какая-то вершина то как выглядит самый длинный собственный суффикс у вот такой вот строки сколько символов вначале нужно отрезать чтобы получить ссылку с учетом того что как бы мы храним все суффиксы наш нашей строки в баре почему да значит на самом деле если суффсилка самый длинный собственный суффикс который есть в баре то нам достаточно отрезать просто один первый символ потому что раз мы храним вообще все суффиксы наши строки в баре ну то есть мы храним все суффиксы значит произвольная вершинка это префикс какого-то суффикса на у нас все ну каждая вершина это какой-то путь от корня вниз то есть это префикс какого-то суффикса и тогда если отброшу первую вершинку у меня тоже получится префикс какого-то суффикса ну следующего суффикса длина на один поменьше но у меня же все префиксы всех суффиксов можно прочитать из корня раз я все суффики сложил в борт значит недостаточно просто отбросить 1 символ и получается что в суффиксном дереве су ссылка это всегда просто стрелочка в вершину который получается отбрасываем 1 символа давайте тоже фиксируем на часу ссылка это указатель на ну давайте я скажу на позицию в дереве от не обязательно вершина в общем случае на позицию в дереве на позицию в дереве получающуюся отбрасыванием 1 символа 1 символ вот то есть теперь у меня вместе с моим суффиксным деревом я также буду поддерживать вот эти вот су ссылки у них такое прекрасное свойство что когда вы берете су ссылку от вершины вы попадаете в дереве в позицию которая просто получается отбрасыванием 1 символа и там в принципе если у вас какая-то такая задача что ну например как бы то короче вот у вас есть какая-то строка вам нужна и где-то находить в вашем дереве и у вас вам можно либо приписывать к ней справа что-то либо отбрасывать 1 символ ну а отбрасывание первого символа это просто взятие ссылки взятие ссылки если мы находимся в вершинке мы будем поддерживать все эти ссылки таким образом мы сможем отбрасывать как бы от первый текущий символ за от единицы вот так будет нам удобно хорошо теперь такое утверждение что если у меня построен в самом конце когда у меня построена корректность у дерева я утверждаю что сувсылка от вершины это обязательно вершина сувсылка вершины вершина то есть не может быть такое что вы стоите в вершине берете сувсылку и попадаете куда-то посередине ребра вы обязательно пойдете вершину доказательства но смотрите вершину меня бывают двух типов листья или и не листья ну еще есть корень но для корня мы не определяем сувсылку потому что корень это пустая строка у пустой строки нет собственных суффиксов поэтому для нее сувсылка как 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 раньше не определена значит вершины листья не листья листья не листья вот за счет того что мы дописали доллар в конце нашей строки листья это в точности все суффиксы в точности все суффиксы значит почему ну смотрите как выглядит суффикс это значит мы встали в корень читаем 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 что то и в конце последний прочитанных символ это доллар да потому что у меня сейчас все суффиксы заканчивается на доллар и только они но если я дошел до куда-то и прочитал доллар то дальше у меня не может быть никаких последователей я не могу прочитать никакой другой символ потому что после доллара ничего читать нельзя поэтому любой суффикс обязательно это путь который заканчивается прочтением доллара а значит ниже пойти никуда нельзя потому что иначе было бы под строка которая у которой после доллара что то есть а такого такого мне не бывает любой суффикс соответствует листу ну и наоборот если смесь какой-то лист есть у меня какой-то лист ну собственно откуда у меня в принципе вообще могут взять браться листы если мы посмотрим на квадратичный алгоритм то мы понимаем что листья листьями выступает только концы суффиксов у нас значит сначала есть одно ребро и единственный лист это суффикс потом добавляется ну расщепляется это ребро и добавляется еще одна стрелка в лист это тоже конец суффикса и так далее можно легко проследить что листьям соответствует только суффиксы никто кроме них то есть здесь мы показали что суффикс обязательно идет в лист а в таком наивном алгоритме мы мы поняли что если у меня был ли стоит обязательно суффикс поэтому листья это сушки листья и суффикса это одно и то же вот ну а не листья что то что такое не не листовая вершинка эта вершина у которой есть хотя бы два последователя то есть есть вот такое витвление по разным буквам почему хотя бы два но если у меня есть только один сын то эту вершинку можно было бы сжать да если у этой вершинки всего одна одно исходящее ребро но это не корень тогда эту решинку можно было бы сжать как проходную и тогда у меня как бы ну неправильно построено сжатая суффикс сжатый бормой иначе в правильном случае у меня должно быть хотя бы два ребра то есть это такая вершинка ветвления и есть скажем продолжение по буковке какой-то есть продолжение покой другой буквы например мы прочитали от корня какую-то строчку скажем альфа и здесь есть продолжение по первой букве а и потом еще какие-то буквы а здесь продолжение по букве б и там тоже какие-то буквы и это в частности значит что альфа а и альфа b входит в нашу строчку с как под строки то есть Вот была большая строчка S, где-то можно прочитать альфа А, и где-то можно прочитать альфа Б. Вот, и так будут выглядеть все наши нелистовые вершины. У них обязательно, ну, кроме корня, возможно, у корня всего один сын, но это редкость, значит, все наши содержательные нелистовые вершинки, это такие вершинки ветвления. То есть, это такие строчки, которые можно продолжить разными буквами. Можно продолжить, скажем, А, Б, если есть еще дети, то можно С и так далее. Так, хорошо, мы поняли, что выглядят так наши вершины. И давайте мы посмотрим, как выглядят сувсилки для листьев. Мы поняли, что листья — это все суффиксы. Если я рассмотрю лист, который соответствует самому длинному суффиксу, это будет какая-то вершинка. Лист, который соответствует суффиксу длины на один поменьше, тоже вершинка какая-то. И так далее, и так далее. Но они все как раз получаются друг из друга путем отбрасывания первого символа. Вот есть у меня самый длинный суффикс. Я отбрасываю первый символ, получаю суффикс С1. Отбросил еще символ, получилось два. И так далее. То есть, суффиксы получаются друг из друга отбрасыванием первого символа. И значит, если С0 соответствует какому-то листу, то и С1 тоже какой-то лист, и С2 лист, и все они листья, а значит, сувсилка от листа — это обязательно лист. То есть, С0 — это какой-то листик. Сувсилка от него должна вести в С1, а С1 тоже лист. Дальше. Сувсилка из С1 должна вести в С2, но С2 это тоже лист, поэтому сувсилка из листа ведет в лист. И так далее. То есть, когда я беру ссылку от листа, я беру ссылку по сути от какого-то суффикса, отбрасываю первый символ, опять получаю суффикс. Значит, ссылка для каждого листика – это лист длины на один поменьше. Ссылка для листа. Тоже лист. Ну, или корень я напишу, или корень. Потому что, когда я рассматриваю лист, соответствующий суффиксу из одного последнего символа, отбрасываю этот символ, у меня должна получиться пустая строка, то есть я должен ссылаться в корень. Ну, тоже нормально. Ссылка будет вести в корень. Вот. Значит, мы доказали, что субссылка от листа вершины, извините, от вершины, которая является листом, это вершина, которая тоже является либо листом, либо корнем. Поэтому субссылка для листьев у меня хорошая, они обязательно ведут вершины. Что происходит с субссылками для нелистовых вершин? Субссылки для нелистовых вершин. Ну, вспоминаем, как они выглядят. Они выглядят вот так вот, да? Ветвление у меня есть. Две разные буковки. То есть есть какая-то вершинка, из которой есть хотя бы две стрелки по каким-то разным буковкам. Скажем, А и Б. И мне нужна субссылка для вот этой вот строки. Для вот этой строки. То есть мне нужно отбросить первый символ и понять, где эта строка у меня встречается в Боре. Так, давайте я опять обозначу за альфу. Опять нарисую картиночку. Значит, вот есть альфа. И можно приписанием А или приписанием Б опять получить подстроки исходной строки. А мне нужно отбросить первый символ и узнать, где вот эта вот строка бета, которая на один символ короче, где эта строка бета входит в наше дерево. И понять, что это тоже вершина. Но смотрите, если альфа можно было продолжить двумя разными способами, через А и через Б, то и бета тоже самое. Можно продолжить бету через А, и можно продолжить бету через Б. Это тоже будет подстроки. То есть бета А и бета Б тоже будут подстроки исходной строки С. Подстроки С. Значит, бета – это вершина ведвления. То есть, если я спущусь от корня и буду читать бету, то я обязательно должен закончиться в такой позиции, из которой можно прочитать и А, и Б. Значит, я точно не могу располагаться где-то посредине ребра, я обязательно буду находиться в вершине, потому что раз я могу пойти и влево, и вправо, то есть по двум разным буковкам, то значит, я обязательно хожусь в вершине. Бета – это тоже вершина. Потому что, еще раз, если бы я закончился где-то посреди ребра, вот где-нибудь я бы так читал, 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 и встал бы где-нибудь вот здесь вот, да, посреди ребра, то вот здесь мне следующий возможный шаг, что я могу прочитать, это только одна вот эта вот следующая буква. Если я нахожусь посреди ребра, я могу прочитать только одну заранее определенную букву. Да, никаких ветвлений здесь быть не может. Ну, а я знаю, что мне нужно уметь читать и А, и Б. То есть я могу прочитать и вот эту букву, и вот эту, и, возможно, еще какую-то другую. То есть здесь обязательно есть ветвление. Поэтому эта вершинка непроходная, ее нельзя было сжать, она не может находиться внутри ребра, поэтому это обычная вершина нашего сувдерева. Все, доказали. То есть если мы взяли нелистовую вершинку, где было ветвление, то сувсилка от нее это тоже обязательно вершина, то есть это не позиция где-то внутри ребра, это обязательно вершина. Окей? Отлично. Так, это мы разобрались с усылками. Ну и здесь же рядышком давайте мы опишем простую процедуру getlink, которая нам понадобится в основном алгоритме. Getlink. Значит, это процедура, которая находит суффиксную ссылку для произвольной позиции в дереве. Найти сувссылку для произвольной позиции в дереве. Значит, мы считаем, что для всех вершин у меня уже сувсилки посчитаны. Мы понимаем, что сувссылка от вершин это обязательно вершина. И считаем, что они все уже найдены. А вот пусть мне в какой-то момент нужно найти сувссылку не для вершины, а для какого-то положения внутри ребра. То есть я вот дочитал до вершинки, еще несколько символов прочитал, стою посреди ребра, и мне нужно вот для этой вот конкретной позиции найти сувссылку. Не для вершины, а для позиции внутри ребра. И вот как это будет работать. Значит, давайте нарисуем. Ну, вспоминаем, как у меня задается позиция в дереве. Это либо вершина, либо... Ну, тогда все понятно, да? Значит, давайте это напишем. Если позиция — это вершина, то, собственно, мы и так уже знаем ее сувссылку. То сувссылка известна. Иначе позиция в дереве задается тремя параметрами. Началом ребра, первой буквой ребра и количеством прочитанных символов. Вот есть P, вот есть первая буква на этом ребре, и есть количество прочитанных символов на этом ребре K. Соответственно, вот я где-то здесь нахожусь. Так. Тут будет два случая, в зависимости от того является, по корнем или нет. Давайте сначала с точки, когда P — это не корень. Тогда у меня картинка такая. Вот есть корень. Я сначала что-то читаю, дохожу до вершинки P, и потом вот по этому ребру читаю еще дополнительно K символов. Тогда что такое сувссылка для вот этой позиции? Это мне нужно взять всю вот эту длинную строчку, отбросить от нее первый символ и прочитать это из корня. Ну, так всегда работает сувссылка. Сувссылка — это отбрасывание первого символа. И, соответственно, стрелочка туда, куда мы попадем, если мы отбросим первый символ. То есть мне нужно вот этот первый символ игнорировать и прочитать вот этот остаток, вот этот вот остаток весь, начиная из корня. Но смотрите, если я посмотрю на сувссылку для вершины P, это почти то, что мне нужно. Это как раз отбрасывание вот этого первого символа и прочитывание из корня вот этого вот всего, кроме вот этих K символов. То есть когда я возьму сувссылку для P, вот это вот пусть будет, значит, линк от P, линк от P, то это почти то, что нужно, только мне нужно еще вот этих K символов тут вниз прочитать. Потому что, еще раз, мне нужно было отбросить один символ, но если я отброшу один символ для строки, которая соответствует P, я как раз получу линк от P. А дальше мне нужно будет вот эти вот K символов вниз прочитать. Вот эти вот K символов нужно будет прочитать вниз. Ну, чтобы их найти, я просто самым простым алгоритмом буду читать вот эти вот K символов, начиная из вот этой вот вершинки, которая равна сувссылке от P. Я знаю, что мне нужно прочитать, то есть я знаю, что это какой-то отрезок с L по R в моей строке, и мне нужно прочитать первые K символов на этом отрезке. Я встаю в эту вершинку, нахожу из этой вершинки первую букву, такую, как нужно, то есть первую букву, равную вот этому L символу, нахожу это ребро и спускаюсь по нему. Вот, ну, нужное количество символов K. Единственная неприятность, которая здесь может быть, она заключается в том, что, возможно, вам придется пройти много ребер. Не одно ребро, а много ребер. Потому что, если вот здесь, вот скажем, все это ребро было неделимы, и эти K символов расположены на одном ребре, то, возможно, здесь это ребро как-то подразбито. Потому что, ну, мы понимаем, что здесь, возможно, какие-то вершинки будут не сжаты, там будут какие-то, больше оно ветвиться будет. Поэтому здесь, возможно, чтобы прочитать K символов, нужно будет пропустить много ребер. Вот как-то так. То есть я одно ребро целиком прочитал, другое целиком, еще одно целиком, и там еще на очередном ребре прочитал. нужное количество символов чтобы добить нужно мне к нужны мне к символов и попасть в ссылку для вот этой позиции то есть алгоритм будет просто найти ссылку для п и спуститься вот эти к символов вниз учитывая что возможно мне придется менять ребро несколько раз давайте то что-нибудь напишем перейти в линку т.п. и спуститься спуститься по я напишу так эль ты символ с l плюс 1 и так далее так далее с l плюс к минус 1 учитывая что возможно придется менять ребро учитывая что возможно придется менять ребро менять ребра вот так это мы сказали то есть здесь в принципе было бы здорово если бы это было все одно одно ребро тогда это было бы завод единицы работала просто но если ребра может быть много то мне придется работать столько сколько здесь ребер ну ничего страшного мы там учтем то есть мы еще под посчитаем что суммарно все эти спуски будут работать вот он вот последний случай тогда по это корень тогда невалидно брать ссылку п это нужно отдельно рассмотреть сейчас быстро это сделаем нет наверное перерыв идем если бы это не корень 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 да то есть вот то это когда не корень тогда можно взять эту ссылку проблема если по корень ну картинка тогда аналогичная у меня есть п я на каком-то ребре исходящем из корня прочитал 1 к символов то есть то же самое я прочитал с lsl плюс 1 и так далее вплоть до sl плюс к минус 1 но тогда мне нужно просто вот этот символ отбросить то есть я не могу отбросить символ на вот этом восходящем пути потому что его просто нет мне придется отбрасывать слт ну и значит мне нужно просто из корня просто его строчку а читаем и ровно ровно так же как там то есть мы встали в корень пытаемся прощать вот эту буковку следующую букву и так далее так далее возможно мне придется партии несколько ребер то есть все то же самое ну не совсем да все таки давайте просто напишем что мы читаем из из корня считаем из корня вот эту вот строчку без первого символа то есть с 1 и так далее с l плюс к минус 1 опять возможно придется пройти несколько ребер возможно несколько ребер ну тут тут ничего хитрого просто просто отбросили первый символ и пытаемся хоть как-нибудь прочитать вот эти вот вот эти вот есть строчки все символы в таком порядке начиная с корня все давайте перерыв 5 минут и потом напишем уже алгоритм который находит нам судили строить значит вот эта процедурка get link мы с вами поняли да как получить ссылку для произвольной позиции теперь давайте мы готовы уже написать алгоритм у конина который строится в дерево за ну за от n в предположении что алфавит у нас константа он строится в дерево нашей строки по символ на идет слева направо добавляет по очередному символу то есть там из 0 с 1 и так далее добавляет по по каждому символу и в каждый момент как бы имеет текущее текущее субдерево в конце соответственно результат это субдерево для всей исходной строчки и так вот пусть у меня построена там текущая версия субдерево для первых скольких-то символов приходит новый символ c c новый символ как у меня тогда выглядит субдерево я сейчас нарисую не субдерево а все пути которые соответствуют суффиксом текущим суффиксом то есть корень есть какой-то текущий самый длинный суффикс который соответствует всей строке вот он как-то так выглядит есть путь который соответствует второму по величине суффиксу вот как он так выглядит есть значит 3 4 и так далее так далее есть там вот самый короткий какой-то суффикс вполне возможно эти пути там как-то как-то ну как-то пересекаются то есть например у них вот может быть там общая часть какая-то да и потом они разделяются но я нарисовал так в общем виде как бы их все их все разнеся то есть это самый длинный суффикс это покороче это покороче 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 самый короткий тогда я утверждаю что сейчас все суффиксы делятся на три типа на на три блока значит сначала начиная с самого длинного и заканчивая там каким-то покороче идет блок листьев то есть такие вершины которые уже соответствуют листьям затем идет несколько вершин подряд из которых нет перехода по букве c то есть это не листья не листья из которых нет перехода по c но все остальные значит суффиксы да это тоже какой-то отрезок начиная с какого-то и заканчиваем самым коротким это не листья из которых есть переход по c есть переход по c значит замечу да что я вот когда-то раньше сказал что суффиксы соответствует в точности листьям но это работает только в самом самом конце когда я целиком построил все суфферево и в частности дописал там в конце доллар только тогда суффиксы и листья это одно и то же потому что вот как раз из-за этого доллара у меня все суффиксы обязательно заканчиваются в неветвящей вершинке это всегда к это всегда листовая вершина а когда еще не всю строчку обработал тогда вполне возможно что суффикс это какие-то произвольные позиции в дереве совсем не обязательно листья и даже возможно не не вершины вполне возможно что там какой-то очередной суффикс это какая-то позиция посреди ребра такое вполне может быть главное что это листья не листья из которых нет перехода по c, и не листья, из которых есть переход по c. Значит, почему обязательно вот такая градация, да, что сначала несколько самых длинных — это листья, потом несколько самых длинных из оставшихся — это не листья без перехода, потом все остальные — это не листья с переходом. Ну, здесь все довольно просто понять. Значит, давайте рассмотрим самый длинный суффикс, который является листом, вот этот вот. Тогда я утверждаю, что все более длинные — тоже листики. Тоже листики. Значит, ну раз это лист, значит, это вершина без ветвления. Это вершина без ветвления. А если бы какой-то более длинный суффикс был бы вершиной с ветвлением, то тогда это ветвление должно было бы наследоваться и здесь. Мы с вами такое рисовали, что если есть какая-то вершина альфа с двумя возможными ответвлениями или больше, то после отрезания первого символа, то есть после взятия строки на один покороче, у меня эти ветвления будут сохраняться. А потому что если альфу можно продолжить разными способами, то и более короткую бету тоже можно продолжить разными способами. А если это нельзя, то значит, и это тоже нельзя. Поэтому если взять самый короткий лист, то все более длинные суффиксы тоже будут листьями. Понятно? Ну потому что, еще раз, если это не листья, и там позиция внутри ребра или ветвящаяся вершина, значит, из нее есть там переход или даже ветвление, то отсюда тоже должен быть переход или ветвление, из-за того, что это, ну там, суффсилка или суффсилка-суффсилки. Вот поэтому если взять самый длинный лист, то все более длинные тоже листья. Поэтому какой-то непрерывный кусок в конце самых длинных суффиксов, это все листовые вершины. Дальше. Дальше, если я возьму, то есть вот с этим и разобрались, да, несколько самых длинных, это листья. Теперь, если я возьму самый длинный суффикс, из которого есть переход по с, вот это вот, самый длинный, из которого есть переход по с, то из всех более коротких тоже будет переход по с. Опять по тем же самым соображениям. Вот есть у меня какая-то строчка, за которой можно прочитать с, уже в текущей строке можно прочитать с. Значит, в более коротких строчках, которые получаются с суффсилками из текущей, да, несколько взять, несколько развить суффсилок, то есть отбросить первый символ. Из них, тем более, можно представить это самое с. Опять, да, то же самое. Была альфа, ее можно было продолжить буквой с. После отбрасывания первого символа у меня получается бета, который тем более можно продолжить с символом с. Это все обязательно под строки, исходной строки. Значит, если отсюда можно прочитать буковку с вниз, то есть более коротких тем более можно. Поэтому вот этот вот начальный отрезок, тех, из которых есть переход по с, это тоже обязательно именно что отрезок. Это первые несколько самых коротких суффиксов. Ну, а все остальное, соответственно, тоже какой-то отрезок. То есть я отрезал несколько самых длинных, несколько самых коротких. Все, что осталось, это тоже какой-то отрезок, не листьев, из которых нет перехода по с. вот такая у меня структура дерева в каждый момент хорошо так это значит мы сказали дальше значит ну вот это это текущая конфигурация суффиксов теперь я значит дописываю c и что у меня меняется если вот эти вот позиции соответствовали суффиксом в предыдущей строке без символа c то теперь я по сути должен приписать c к моей всей строке и соответственно меняется множество всех суффиксов ко всем суффиксом дописываться символ c потому что если была какая-то строка и мне были известны все суффиксы и в конце написалось c то по сути просто все суффиксы расширились буковкой c но еще нужно не забыть что пустая строка тоже остается суффиксом Потому что здесь была пустая строка, и здесь тоже пустая. Ну, в общем, отдельно корень нужно всегда помечать терминальным. То есть, по сути, если у меня раньше было множество суффиксов, то мне нужно из каждой этой вершинки пройти вниз по букве С и перенести терминальность вниз. То есть, раньше у меня как бы вот эта вершинка была терминальная, она соответствовала суффиксу. Теперь суффиксу будет соответствовать вот эта вершинка, на один пониже, которая получается при переходе по С. Здесь также нужно терминальность вниз спустить. Здесь, 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 здесь и здесь. и корень еще тоже пометить терминально вот как меняется множество суффиксов при дописывании нового символ замечание первое листья будут все время листьями то есть если в какой-то момент вершина вот одна из вот этих вода стала листом то после всех вот этих дописываний после дописания c потом на следующем шаге дописано еще какой-то буквы еще 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 это всегда будут листьями если вершины когда-то стала листиком то вот это вот терминальность который спускается вниз 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 это всегда будет отдельный лист и он всегда будет вот первой категории ну потому что если вот была вершина она была листом как она меняется у нее появляется новый ребеночек с буквой c и терминальность перед переносит вот сюда потом новая буква опять терминально спускается и так далее так далее все она спускается у меня будет по сути вот такой длинный 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 путь вниз и терминале все время будет спускаться в вдоль этого пути вниз до очередного листа и это всегда будет листом потому что ну я у листа взял одного нового ребенка и пометил его новым листом ну то есть это новый лист поэтому с вершинами первой категории которые когда-то стали листьями у меня разговор короткий вместо того чтобы каждый раз на каждой трассе дописывать новую букву сюда я как только эта вершина стала листом сразу допишу все до конца то есть я понял что а это лист она всегда будет листом и всегда будет просто продолжаться вниз вот вот так вот по новой букве дописываться тогда давайте вместо дописывания сюда каждый раз по новой букве я допишу целиком всю подстрочку до конца то есть прям до доллара вместо дописывания цели шутце и прям до доллара до конца строки потому что если она стала листом то она всегда будет листиком и просто вот так будет спускаться вниз то есть с вершинами которых становятся листьями разговор очень простой Мы сразу продолжаем это ребро до самого конца, до упора, до конца строки и помечаем, что вот здесь вот находится прям целиком суффикс, эта вершина у меня будет терминальная в самом конце и, собственно, она соответствует одному из суффиксов, прям до доллара. Значит, давайте это напишем, давайте я пронумерую категории. Первая, вторая, третья. Вершины первой категории. Листья на всех последующих итерациях. Поэтому я дописываю не по одному символу, а сразу все скопом до конца, прям до доллара. Дописываем все символы до доллара. Ну и, собственно, обработка этой вершины заканчивается. Больше этой вершины мы никак не меняем. Больше не смотрим на эти вершины. Вот. Это что происходит с первой категорией. Хорошо. Теперь изучаем, что происходит со второй категорией. Значит, это, напоминаю, такие позиции, не обязательно вершины, да, возможно, это какие-то позиции внутри ребра. Значит, это не листья, из которых нет перехода по С. Тут история такая же, да, мне нужно как бы спустить терминальность вниз. То есть, раньше у меня вот эта позиция была помечена терминальной, была помечена суффиксом. Теперь мне нужно дописать буковку С, то есть, создать переход по букве С и терминальность спустить вниз. То есть, вот эту вот терминальность здесь отменить, а здесь добавить. Вот эта вершина теперь терминальна. Ну, давайте нарисую две картинки, когда мы… То есть, все, сейчас, значит, вот это была первая категория, теперь вторая категория. Две картинки. Либо мы располагались где-то посреди ребра, вот здесь. Ну, вот так стрелочкой нарисую. Либо мы находились в вершинке. То есть, вот эта вот позиция, которая соответствует очередному суффиксу, не листуясь, которого нет перехода по С, это либо где-то посреди ребра мы стоим, либо где-то в вершине. Тогда что нужно сделать? Мне нужно добавить переход по букве С и перенести туда терминальность. То есть, раньше у меня терминальный стоял вот здесь и вот здесь. Теперь мне нужно добавить переход по С, которого раньше не было, и спустить туда терминальность ну решение такое в этом случае мне нужно расщепить это ребро и добавить переход по букве c на и соответственно вот здесь у меня будет терминальная вершина а здесь нужно просто добавить переход по букве c и терминальность вот сюда опустить понятно просто у меня была какая-то конструкция я добавляю ребро из этой позиции по букве c и говорю что она теперь терминально возможно мне пришлось расщепить предыдущие ребро то есть если я находился на ребре то мне придется его расщепить если находился вершине нужно просто завести новое ребро и создать новую вершинку но зато смотрите как приятно у меня появилась листовая вершина как только я сделал такое действие как только я создал переход по букве c и пометил ее терминальный вот это вот новую вершинку пометил терминальный она сразу становится листом потому что я только что создал из него больше нет никаких ребер это лист и это лист в итоге когда я взял вершину второй категории вот этой вот и создал из нее приход по букве c эта вершина становится листом и сразу перемещается в третью в первую категорию то есть когда в дальнейшем на следующих итерациях я буду вот сюда приписывать новые буквы там d и так далее все все до конца у меня этот путь будет просто такой тривиальный тривиальный бамбук вниз просто стрелка 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 без ветвлений и поэтому сразу я могу вот это вот вот эту вершинку отнести к первой категории и написать здесь не просто c а от c все до доллара прям до конца строки и сказать что это решено цельком работа перемещается в первую категорию и с ней разговор закончен ну давайте что-нибудь напишем создаем переход по c возможно расщепив ребро как в этом случае да мне пришлось ребро разбить на два расщепив ребро ну и относим новую относим ново созданную вершинку к первой категории дописыванием дописываем до нее все до доллара и больше не рассматриваем дальше что так создаем переход дописываем все до доллара больше не рассматриваем это вершину больше не рассматриваем вот хорошо нас это мы разобрались вот с одной вершинкой вот взяли ну например вот эту самую самый длинный суффикс из второй категории взяли дорисовали начать здесь новый переход пометили его вот что там написано все вплоть до доллара отнесли его к первой категории все теперь мне нужно будет вот эта вершинка с ней про дело то же самое и так далее в общем я должен пройти всю вот эту вторую категорию посоздавать там стрелочки по букве c отнести их в первой категории и собственно все то есть никакого 2 категория по сути к первой приливается потому что у них у всех появляется какая стрелка то есть я переношу терминальность вниз и они все относится сразу к первой категории и все вот это вот я как бы обрабатываю и она сразу сюда перемещается и больше их никогда рассматривать не буду вот но единственное что можно сказать что чтобы рассмотреть все вот эти вершинки второй категории можно хранить самые длинные суффиксы второй категории и брать просто потом от него ссылки у меня была вот эта вершинка самый длинный суффикс и второй категории я вот вот такое преобразование с ним сделал потом взял от него су ссылку перемещаюсь во второй по длине суффиксы второй категории да потому что ссылка всегда отбрасывая 1 символа то есть как бы но я беру самый длинный возможный суффикс текущей строки это будет вот это потом 5 грузов ссылку перемещаюсь ну там в третью по величине вершину и строй категории и так далее и так далее пока я целиком не исчерпают эту вторую категорию здесь можно также заметить что чтобы перебрать все такие вершинки мне достаточно просто брать всю ссылку до тех пор пока я не найду переход по c чтобы перебрать все суффиксы второй категории достаточно хранить самый длинный суффикс второй категории самый длинный суффикс второй категории и брать от него get link пока не приду в позицию откуда есть переход по c get link напоминаю это просто найти ссылку то есть отбросить первый символ и понять где мы будем находиться в дереве брать get link до тех пор пока не придем вершину откуда будет переход по c ну потому что как раз вот я храню указатель ну я я храню позицию вот на этот самый длинный суффикс второй категории взял от него ссылку попал сюда взял от него ссылку попал ну там еще куда-то взял ссылку попал в третью категорию поскольку меня все суффикс как раз в этом порядке убывания взять и сусу ссылки это взять и следующего по ну точнее предыдущего по длине суффикса тогда я вот как раз пройдут целиком вторую категорию с ними сделают это преобразование расщеплю и снесу терминальность и заканчивая тогда когда я попадаю вершину из которой есть приход по c вот таки в такой вершинкой попаду вот ну а с этими вершинами мне по сути делать ничего особо не нужно мне нужно просто как бы из них уже есть переход по цен и по сути мне нужно просто терминальность снести вот отсюда то есть посмотреть куда ведет тот переход по c здесь убрать терминальность ее перенести туда куда ведет стрелка по букве c то есть по сути там нужно просто снести терминальность вниз вот ну тогда мы на самом деле алгоритм практически описали давайте мы напишем код так нужно ли здесь лучше вот эту центру давайте я вот эту штуку буду называть кур значит кур это то собственно с чем нужно работать это самый длинный суффикс без перехода по c я сначала его расщепляю потом перехожу по ссылке расщепляю его и так далее и так далее пока не дойду до суффикса где есть переход по c код будет у меня такой я прохожусь по всем символом строки с и вот так это напишу вольно а значит по всем символом строки с слева направо делаем следующее пока из кур нет перехода по c то есть пока вершина кур находит точнее позиция кур находится в 2 категории ну мне нужно сделать вот это преобразование расщепить ребро или просто создать переход по букве c и соответственно написать на ребре не просто c от сей вплоть до конца до конца строки значит создать переход искур переход будет начинаться буквой c и заканчиваться долларом который соответствует концу строки а затем курс меняю на курт на get link откуда фигурные скобки нарисую нет нет ну смотрите у нас же в строке бывает повторяешь символы возможно да ну то есть типа там с это а б а еще что-нибудь начало а мы прочитали что-то сделали потом прочитали бы потом прочитали а и такой переход же возможно где-то был значит вот сделали следующую штуку и в конце мне нужно просто значит когда этот цикл закончился я приду в вершину в первую вершину из которой есть переход по c вот самый длинный суффикс из которого есть переход по c ну и значит не нужно просто сказать что кур равно ну я напишу так тоже вольно go кур кажется все то есть когда я перехожу в вершину соответствующую саму длинному суффиксу из третьей категории мне нужно будет ну как бы мне нужно спустить из него терминальность из нее терминальность тогда я просто перехожу по этому силу то есть я знаю что такой переход есть я просто спускаюсь и теперь вот эта вершинка это как раз самый длинный у меня будет ну не листовой не листовой суффикс потому что листовые я уже все обработал а здесь я спущусь у меня будет самый длинный не листовой суффикс чтобы потом на следующей итерации ну кур опять то есть когда я перейду от одной итерации цикла вот этого следующий У меня кур — это самый длинный нелистовой суффикс. Кур — самый длинный нелистовой суффикс. Нелистовой суффикс. Вот. Собственно, практически все. Нужно будет понять время работы. И еще я здесь не говорю про выставление терминальности. То есть я говорю, что нам нужно вот все текущие суффиксы помечать терминальными, и потом, если что, эту терминальность сносить. То есть убирать, вот когда вот здесь, да, например, вот эта вышинка была терминальной, я прочитаю букву С, то есть спущусь по тому переходу, который тут есть, отсюда терминальность убираю, а здесь терминальность добавляю. На самом деле я этого никогда делать не буду, потому что мне в худшем случае тогда придется вот от всех этих вышин убрать терминальность и спуститься от них всех вниз и добавить там терминальность. Это может быть долго. Я терминальности проставлю в самом конце. И это благо просто делается, потому что мне достаточно взять самую длинную строчку, которая соответствует всей строке, пометить ее терминально, потому что это, ну, суффикс, вся строка. Взять от нее суффсылку, то есть суффикс длины на один поменьше пометить ее терминальным. Взять суффсылку, пометить терминально, взять суффсылку и так далее, и так далее. То есть, чтобы в самом конце проставить терминалы, я просто беру всю строчку и итерируюсь по суффсылкам от нее, помечаю все вершины терминальными. Значит, в конце, давайте тоже напишем, в конце терминалы — это многократное применение субсылок от всей строки s. В конце проставляем терминалы. Терминальность, давайте так напишем. Терминальность. Вся s и ее субсылки. И все ее субсылки. Вот как-то так. Так, еще одно замечание — это про сохранение субсылок. Значит, мне хочется, и вот моя процедура GetLink, она работает, я там писал. Это все работает, если для каждой вершины текущего дерева найдена субсылка. То есть, если для каждого дерева мне известна субсылка, то я могу довольно эффективно находить субсылку для произвольной позиции в дереве. Поэтому вот здесь вот, когда я создаю новые вершинки, когда я расщепляюсь, да, то есть вершинки новые создаются. Когда я делаю расщепление, когда у меня кур находился где-то посреди ребра, я создаю здесь новую вершинку и вот здесь вот, да, там провожу какое-то новое ребро. Вот для таких вершин мне тоже нужно найти субсылку. Каждый раз, когда появляется новая вершинка, я сразу для нее считаю субсылку. Давайте тоже отметим. При создании новых вершин, новых вершин, мы также посчитываем, также находим их субсылки. Находим их субсылки. Ну, благо для нас это вообще не проблема, потому что у меня, собственно, вот эта строчка нам и находит субсылку. То есть у меня была кур, какая-то, скажем, какая-то позиция посреди ребра. Я расщепляю ребро, завожу здесь новую вершинку, а потом беру гетлинг от кур. То есть я, ну, вспоминаю, что мы находились вот на этом ребре, беру субсылку для этой вершинки, куда-то она меня там ведет, спускаюсь вниз и нахожу позицию, которая соответствует субсылке для вот этого кура. Говорю, что субсылка отсюда, это вот сюда, и теперь, ну, то есть теперь я перешел в эту вершинку и с ней делаю то же самое. Ищу из нее, создаю из нее переход по С и так далее, и так далее. То есть в частности я здесь, если здесь и не было вершинки, то я это все расщепляю и здесь заводится вершинкой. И тогда опять ссылка от вершины, это вершина. Вот. Так. Кажется, все. Значит, вот такой алгоритм. Гоу – это просто спуск вниз по буковке. То есть вот в самом конце, когда вайл кончился, у меня кур – это вершины, которые есть переход по С, то есть это вот это вот самая длинная вершина из третьей категории. И мне нужно просто, ну, перейти по С, то есть я же хочу эту букву как бы прочитать, тогда я просто беру и спускаясь по буковке С, которые вот тут написаны. То есть из нее есть переход по буковке С, я вот это спускаюсь. То есть это либо, ну, это просто спуск вниз по ребру, по одной букве. Вот такой алгоритм. То есть тут псевдокод совсем короткий. Давайте мы разберемся с асимптотикой. Ну, у меня есть один большой цикл по всей строке, который проходит по каждому символу один раз, поэтому здесь всего n итераций. Вот это вот, каждый такой спуск занимает от единицы, потому что это просто спуск по ребру вниз. Дальше. Суммарно вайл делает от н итераций, потому что каждая итерация вайла – это перенос текущей вершины в первую категорию. Да, если я из кур сделал, то есть если кур у меня прошла вот эту проверку, то я там делаю расщепление и очередную вершинку отношу к первой категории. И больше ее потом никогда не рассматриваю, да, потому что я создаю переход от С до конца строки. То есть это перемещается в первую категорию, становится листом, и мы сказали, что мы такие листья из первой категории больше никогда не рассматриваем. То есть мы создали такой переход, и все, это уже готовая вершина, мы ее не трогаем. Поэтому каждая итерация вайла – это перенос вершины из второй категории в первую, и таких суммарно максимум от n, потому что в первой категории у меня в конце n вершин. Значит, суммарно итерация цикловая и хуатен, потому что каждая итерация – это перенос вершины в первую категорию, а суммарно в первой категории в конце будет n вершин. Так как каждая итерация переносит вершину в первую категорию. Так, это вот один из кусков, почему работает за линию. То есть суммарные итерации вайла – линейное количество. И последнее, что осталось, что непонятно сколько работает, это вот этот вот гитлинг. То есть я для всех вершинок, ну то есть для каждой куры, для каждого кур беру гитлинг. И, ну мы понимаем, что гитлинг может работать довольно долго, потому что, напоминаю, да, как это выглядело. Вот мы находились где-то на ребре, и мне нужно прочитать вот эти первые к-символов. Я беру сначала всю ссылку от родительской вершинки, линк от P. И потом мне нужно эти к-символов тоже прочитать, но, возможно, здесь нужно пройти несколько ребер. Вот, и, соответственно, время тем больше, чем… Время тем больше, чем больше мне нужно пройти здесь ребер. Их, еще раз, их, возможно, вполне больше, чем одно, потому что здесь могут быть какие-то больше подразбиений. Вот. Тогда, ну давайте посмотрим вообще историю вот этого кура, что происходит с вершинкой кур. Значит, это сначала какая-то позиция, потом я беру от нее гитлинг. Значит, как мне работает гитлинг? Значит, как работает гитлинг? Я сначала поднимаюсь в начало ребра, потом делаю ссылку, потом сколько-то спускаюсь. Значит, один подъем, один прыжок по сувсилке и потом такой длинный спуск. Потом еще раз беру сувсилку. Сначала поднимаюсь в начало ребра, беру сувсилку и потом спускаюсь много раз. Ну и так далее, и так далее. И в конце еще вот этот переход вниз может быть. То есть, там очередной раз беру гитлинг и в конце еще переход по буквице делал. Ну и вот по этой картинке уже плюс-минус понятно, что я не могу же очень долго спускаться. То есть, каждая лишняя итерация гитлинга – это спуск вниз по ребру. И если вот этих спусков будет слишком много, то я просто попаду в вершину на глубину больше, чем n. А такого точно не будет, потому что у меня там явно глубина не больше, чем n. Потому что все строчки у меня ограничены по длине числом n. Значит, и глубина любой вершинки максимум n. Ну, мы сейчас-то все еще подробно докажем. Ну, интуиция такая, что суммарно гитлинг не может работать больше, чем у от n, потому что каждая лишняя операция гитлинг – это увеличение глубины вершинки кур. Итак, значит, пусть депс от v, глубина вершинки v – это количество ребер на пути от корня до v. То есть, количество ребер от корня до v. То есть, именно не количество букв, которые я читаю до v, не длина строки, а именно количество ребер. Тогда, значит, что происходит, когда я делаю гитлинг? Как у меня гитлинг влияет на глубину? Как гитлинг от v, от кур влияет на депс от кур? Ну, соображаем. Значит, первое – это что вот у меня, возможно, кур был где-то посреди ребра. И первое, что я делаю, это я поднимаюсь в начало ребра. Значит, вот я был где-то посреди ребра, кур. И первое, что я делаю, это поднимаюсь в начало. Тогда у меня глубина уменьшается на 1. Вот. Ну, здесь еще давайте мы скажем, что если v – это какая-то позиция посреди ребра, то глубина у позиции посреди ребра – это такая же, как глубина вот этой вот конечной вершины. То есть, если ребро пройдено не целиком, то мы его целиком учитываем в глубине, скажем так. Вот. Значит, тогда, чтобы подняться в начало ребра, у меня глубина уменьшается на 1. Это первый шаг, да? Сначала я поднялся в начало, значит, сначала я поднялся в начало ребра. Второе – это я беру линк от этой вершинки. То есть, я p преобразую в линк от p. Я утверждаю тогда, что глубина могла уменьшиться максимум на 1. Значит, напишем это так. Изменение глубины больше всего равно минус 1. То есть, это переход от кург p к началу ребра, а это переход от p к линк от p. Значит, я утверждаю, что когда я от p перехожу к линке от p, моя глубина либо уменьшается на 1, либо не меняется, либо вообще возрастает. То есть, глубина не может упасть больше, чем на 1. Значит, это мы сейчас докажем. Ну, а третье – каждый спуск вниз, то есть, когда я перехожу, когда я читаю, то есть, когда я прыгнул от p в линк от p и потом читаю вниз, у меня глубина каждый раз увеличивается на 1. Плюс равно 1. Потому что я прохожу ребро, ну, либо целиком, либо частично, у меня глубина возрастает. Ну, и отсюда видно, да, что каждая первая и вторая итерация у меня уменьшают не сильно мою глубину, а третья, каждая итерация третьего типа увеличивает глубину на 1. Значит, суммарно итерация третьего типа не больше, чем, ну, там, не больше, чем n, потому что я не могу ее сильно уменьшать. То есть, у меня уменьшение максимум на единицу каждый раз, а увеличение, то есть, каждая итерация getlinkа – это увеличение глубины на единицу. И понятно, что таких итераций суммарно от n. Вот, тогда и, значит, суммарно все тоже будет работать в линейное время. Итак, осталось понять вот второй пункт, что если я перехожу от p к линк от p, то у меня глубина может вести себя только так. То есть, либо уменьшаться на единицу, либо не меняться, либо расти. Ну, хорошо, нарисуем. Значит, вот есть p – это какой-то путь от корня до вершинки. Есть линк от p – это тоже какой-то путь от корня до вершинки. Линк от p. Мне интересно количество ребер на этом пути и количество ребер на этом пути. Ну, давайте нарисуем здесь ребра. Значит, ребра – это то же самое, что вершины, да? Каждое ребро ведет в какую-то очередную вершину. Теперь смотрите. Так. Значит, что такое p и что такое линк от p? Вот это p, а вот это вот все, кроме первого символа, это линк от p. Да, потому что линк от всегда отбрасывает первого символа. Так вот, я утверждаю, что если здесь у меня было три вершинки промежуточных, то здесь будет хотя бы две промежуточные вершины. Потому что, смотрите, вот посмотрим на вот эту вершинку. Раз это вершина, то в ней есть ветвление. Раз эта вершина, то в ней есть ветвление. Да, то есть мы ее не сжали, она не проходная, значит, есть хотя бы два сына у него. Есть ветвление. Но если есть ветвление вот здесь, то есть ветвление и вот здесь. Да, то есть когда я рассматриваю вот эту вот строчку без первого символа, у меня как раз получается вот какой-то начальный отрезок этого пути. И, соответственно, это тоже должна быть вершинкой. Потому что раз тут есть ветвление, то здесь есть ветвление, потому что это более короткая строка, да, получающая отбрасывая первого символа. Поэтому это тоже вершина. То же самое здесь. Это какой-то путь. Давайте вот, например, вот это V. есть какой-то путь от корня до в когда отбрасываю первую букву у меня получается какой-то такой путь потому что ну иначе если я если я от пути если на пути от корня до п отброс на первую букву получился вот такой путь теперь если рассматриваю путь от корня до в отбрасываю первую букву то просто какой-то такой путь на то есть начало пути сохранится но раз у этой вершинки было ветвление то и у этой вершинки тоже будет извлению поэтому это тоже вершина единственная вершина которая возможно не перейдет здесь вершинку это вершина у которой здесь написано всего одна буква какой-нибудь там x и тогда соответственно она переходит вот здесь в корень когда отброшу первую букву я возможно то есть эта вершинка преобразуется в корень у меня будет такая такое отображение что все вершины на этом пути отображаются вершины на этом пути кроме возможно вот это самый верхний вершины которые возможно отобразится в корень и поэтому число ребер здесь она так набрать число ребер вот здесь она максимум на единичку меньше чем число ребер вот здесь поэтому глубина этой вершинки максимум на 1 меньше чем глубина вот этой вершинки депс линк от п линк от п больше да равно депс от при минус один потому что еще раз каждая вершинка на этом пути обязательно соответствует вершинки на этом пути кроме возможно вот этой вот самой первой которая имеет который соответствует слову длины 1 вот поэтому глубина при переходе по ссылке у меня падает максимум на единичку а значит вот вот ровно ровно это то что написано выполняется до изменение глубины как минимум минус единицы то есть возможно больше то есть возможно здесь еще больше под разбиений и тогда глубина даже больше будет но главное что она больше ночи минус 1 изменение больше ночи минус 1 все значит суммарно вот этих вот ну вот вот это вот меняет мне максимум на минус 2 значит вот этих вот суммарно максимум там 2n или 3n вот этих операций немного поэтому сморно все работает за линию вот последнее что скажу это про константность алфавита если алфавит не константный то ну там как обычно у нас сбором до что если алфавит не константный то есть нельзя считать что в нем просто 26 букв и считать съедать это 26 в большом тогда либо как обычно в баре мне придется хранить вот столько памяти на потому что не нужно для каждой вершины и для каждой первые буквы хранить если переход по такой букве либо мне нужно будет in luck фигма времени ну то есть это я делаю с помощью массива это дело с помощью map std map потому что не нужно по каждой ну то есть я в каждой вершинке храню map в первых букв и чтобы проверить есть переход по такой букве и куда он ведет я там обращаюсь к мапу но либо там хэш таблица тогда будет ну тогда будет вроде бы просто n но это будет хэш таблиц она вероятностная не всегда работает и так далее то есть это вот как обычно как обычно сбор у меня такие проблемы что если алфавит не константный то мне нужно вот как-то как-то эту сигму учитывать в во времени работы все на этом все спасибо